здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня я вам хочу показать и рассказать как делаю как варю я гороховый суп для этого я беру обязательно какой-нибудь копчености или ребрышки или рульку если рулька то с нее обязательно кожу срезаю я с кожи не варю конечно можно сварить на абсолютно любом мясе и ну просто мне кажется что с копченостями он значительно вкуснее вот что что у меня теперь происходит в кастрюле мы здесь с вами положили в кастрюлю ребра лучок морковку и далее всему этому делу закипеть а до этого я замочила горох так как я в своем горохе уверена я его замачиваю буквально вот ну сначала замачиваю а потом все ставлю варить буквально он у меня стоял минут 20 замоченный вот сейчас я воду слила уже и буду добавлять туда горох предварительно пену сначала сниму вот и будет это у меня все дело вариться часа полтора горох отправили в кастрюльку приблизительно на такую кастрюлю у меня ушло где-то грамм 200 250 гороха вот теперь я даю возможность опять всему этому делу закипеть обязательно нужно помешивать ложкой помешивать ложкой именно до 1 помешиваем ложкой потому что поможет горох прилипнуть а нам это совершенно не нужно запах будет совершенно другой у вашего супчика ну вот даем возможность этому всему делу закипеть и варим где-то час двадцать час тридцать так следующее действие прошло полтора часа я вытащила ребра из кастрюли которую нас варили все это время а теперь у меня задача все очистить буквально от косточек и мясо порезать кусочками и еще я вытаскиваю обязательно на этой стадии из бульона буду вытаскивать вот морковка у меня здесь то что я добавляла и лучок это нам уже ничего не нужно всем хочу показать на какой стадии у меня тут горох и вот увидите на какой стадии не совсем разварился но мы же еще будем варить с вами поэтому парим дальше пока я очищала ребра от косей я бульон не выключал он у меня на маленьком огне все время кипела вот теперь я очистила и все это отправляю в кастрюлю обратно и теперь уже отправляю картофель который я почистила и порезала квадратиками отправили мясо которое мы очистили от костей и картофель и вот на этой стадии теперь у нас сейчас все закипит и я пробую бульон до этого я не солил вот на этой стадии я буду солить почему не раньше потому что копчености имеют свою соль в мясе и бульон может быть очень соленый но достаточно соленый для супа поэтому соли не только после когда уже вот право провариться полностью копчености после этого я только солю слегка спассеровала морковку и отправляю также сюда одной рукой неудобно штатив не очень хочется слегка спассеровала небольшую морковку и также отправляю сюда к нашему супу а теперь я пассирую лук и вот он стал слегка прозрачным видите чуть-чуть подрумянился и вот на этой стадии я к луку добавляю 2 зубчика чеснока резаных для чего не гороховый суп приобретет как ни странно запах ореха если вы не пробовали то попробуйте буквально даю прогреться и не пережариваю сейчас полминутки и вот это все я отправлю опять в наш суп отправляем отправляем лучок с чесноком который теперь отправляем петрушку мелко нарезаю немного это тоже даст свой запах аромат пусть вас не пугает если вы будете видеть пена у вас появится пеной вы появляется при каждом то что вы добавляете появляется пена картошку добавили пена добавим появляется соль добавили тоже пен будет пенда появляться поэтому не забывайте снимать пену ну что дорогие мои вот мы изготовили с вами сейчас он буквально они там все овощи и мясо поженится как я называю минут пять пройдет еще раз пену я сниму и мой суп готов ну что вы еще смотрите замачивайте горох все ребята все приятного аппетита спасибо что вы со мной спасибо